Детское радио представляет Сказки народов мира Поговори со мною, Фудзи Сан Японские сказки Далеко на востоке, посреди самого большого в мире океана, стоит белоснежный мост, что соединяет небеса и землю. Имя ему Фудзи Яма, достопочтенная Фудзи Сан, священная гора. Глупец тот, кто ни разу не попытался на нее взобраться, так говорят в Японии. И если вам будет дарована встреча с мудрым духом Фудзи Сан, то он расскажет вам немало удивительных историй. Вот одна из них, сказка о фарфоровой чашке. Говорят, не было в Киото человека богаче, чем угрюмый Синдзи. А Киото в те времена была столицей, самым большим и богатым городом Японии. Что ни день, Синдзи в разъездах по антикварным лавкам. Языком щелкает, приценивается, торгуется до хрепоты. Ковры из шелка, картины из старинной монеты, деревянные фигурки. Чего только не собирал угрюмый Синдзи. Одних только вееров самых небывалых форм и размеров у него было тысячи. Чего уж говорить о палочках для еды. Палочки для еды по-японски называются ухаши. Детей учат обращаться с палочками с самого раннего возраста. Нельзя сожмать ухаши в кулаке, класть поперек чашки или стучать им по столу. Палочки для еды. Ухаши. Палочки в коллекции угрюмого Синдзи были из клёна, сандала, бамбука, украшенные перламутром и причудливо расписанные. Но самой большой страстью Синдзи был фарфор. Тарелки, пиалы, супницы, ложки собирал он с особым благоговением. А началось всё с фарфоровой чашки, белоснежной, с золотыми ветками и фиолетовой зелёной каймой. Эта чашка, говорят, хоронилась у Синдзи в мягкой коробке из шёлка, которая лежала в специальном ящичке, забирающемся на ключик. Впрочем, никто не знал точно, так ли это. Никого не пускал к себе угрюмый Синдзи. Но люди видели, что каждое утро Синдзи стоял у окна с чашкой в руках, любуясь ею и даже что-то нашёптывал ей, будто молился. Когда в антикварных лавках города не осталось ничего ценного, Синдзи отправился в путешествие. Как-то ненастным осенним днём он оказался в доме разорившегося купца Гатоку, который распродавал старинные вещи, чтобы собрать приданное дочерям. Увидев фарфоровые тарелки, Синдзи даже присвистнул. Ух ты, вот это да! Ух ты, вот это да! На японской можно перевести так. Сугой. Этим словам японцы выражают восхищение. Если вы хотите сказать «классно», «круто», «здорово», «супер», говорите «сугой». Ух ты, а это что? Воскликнул Синдзи, когда взгляд его упал на фарфоровую чашку. Не может быть! Эта чашка была точь в точь, как его. Золотые ветки, фиолетово-зелёная кайма. Он считал свою чашку уникальной, а оказалось, что у неё есть пара. Она должна принадлежать мне. Губы Синдзи побелели, руки задрожали. Сколько это стоит? Пробормотал он. Сколько? По-японски. Икра. Если вас интересует цена товара, спрашивайте так. «Куревай крадеска». Сколько это стоит? «Она бесценна, господин», — ответил Гатоку. «Я передам её старшему сыну, как мне когда-то передал её отец, а ему мой дед». Напрасно Синдзи просил Гатоку. Тот был непреклонен. Поняв, что уговоры не помогут, Синдзи разозлился, схватил чашку и швырнул её со всей силы о пол. Лишь осколки разлетелись по комнате. Синдзи бросил на чайный столик сто золотых монет и вышел, хлопнув дверью. Синдзи был счастлив. Его сокровище, фарфоровая чашка, по-прежнему оставалось единственной в мире, и только он и никто другой мог любоваться этой красотой. Вернувшись в город и войдя в дом, Синдзи первым делом решил взглянуть на неё. Он достал из кармана ключ, открыл ящик, бережно вынул из него мягкую коробку, приподнял шёлковую крышку. На дне коробки лежали белоснежные осколки его любимой чашки, а рядом сто золотых монет. Не видать счастья тому, у кого в душе зависть и злоба. Повторяем, запоминаем. Японцы езжат деревянными палочками. Они называются ухаши. Восхищение тем лево в Японии можно выразить очень просто. Сугой. Делая покупки, поинтересуйтесь, сколько это стоит. Курева и крадеска. Сказки народов мира. Поговори со мною. Фудзи Сан. Японские сказки.